Производство Тру-Ти-Ви В 2012-м знаменитый Ридни Скотт выпускает Прометей, поведавший миру историю целой франшизы «Чужой». Теперь, в мае 2017-го, мы увидим «Чужой завет». Важно понимать, что глобалисты, социальные инженеры, кто управляет этой планетой, не верят в теорию эволюции, постулированной Чарльзом Дарвином. Они верят, что развитая цивилизация пришельцев посеяла жизнь на этой планете. Их религия – это вера в панспермию, что живые организмы были намеренно, либо случайно посеяны на земном шаре. А теперь они, элита иллюминаты, призваны продолжить дело Господа, чтобы взять контроль над эволюцией человека. Печально, но они верят, что ступают по следам этих гуманоидных богов. Они превратили всю планету в гигантскую лабораторию, где тестируют на населении тысячи и тысячи разных мутагенов каждый год, в попытке вызвать супер-мутации, что, как они верят, породит сверхчеловека. Дата релиза «Чужой завет» 18 мая 2017. Спойлер, леди-джентльмены, мы откроем тайны не только сюжета фильма, но и догм философии и религии за ним. Так что готовьтесь, тайны «Чужой завет» раскрыты. Первый великий секрет «Чужого завета», что планета, которую показывают вам, этот Эдемский сад, который кажется раем на земле, на самом деле гигантская пробирка, смешивающая растения и животные в причудливые формы. Это религиозный эксперимент, продвинутый аннунаки расы, создавшей Землю. И только приняв это слияние с машиной, с животным, растением и насекомым, сможем мы мутировать в новую прекрасную форму, которой станем. Но, конечно, предвидится много уродства по дороге туда. Зрителям важно понять. Это не мой взгляд. Я не рассказываю вам какую-то фантастику. Да, фильм «Чужой завет» — это фантастика. Но идеи и мнения, что мы видим в нем, это глубочайшие тайны и откровения глобалистов, контролирующих эту планету сегодня. А они верят, что получают знания или ченнелируют информацию сквозь пространство и время. И строят развитую цивилизацию для собственного восхождения. Но пока они вознесутся, большая часть из нас должны умереть, потому что мы недостаточно посвящены, недостаточно божественны, наша ДНК недостаточно чиста, чтобы резонировать с этой великой истиной. Вникая в «Чужой завет», мы узнаем, что генные инженеры терраформируют планеты не только ради атмосферы, но меняют и генетику видов. Итоговой формой этих мутаций становится развитый гуманоид с базовой человеческой ДНК. Но перед этим планету надо заразить спорами, которые захватывают атмосферу, отдельные виды флоры и фауны, вызывают мутации и появление промежуточных звеньев, чтобы новые гуманоиды смогли жить на этой планете. А специальные биологические скафандры становятся домом для нового организма с человеческой ДНК. В конце 70-х, когда вышел первый фильм «Чужой», это было нечто, все в шоке. Ридли Скотт показал корабль пришельцев военным кораблем, несущим на борту биомеханических существ, используемых для войны. Он показал не просто биологическое вторжение, а биологический дефис – силиконовое слияние. И чтобы показать вам, какими умными были футуристы, снявшие «Чужой» в конце 70-х, заметьте, это та же самая идея, что глобалисты сегодня строят. Вся франшиза «Чужой» – это их книга откровения, потому что в религии иллюминатов они должны сказать вам, что они делают с вами, чтобы метафизически у вас был шанс отбиваться. И еще они готовят ваше подсознательное, которое сильнее сознательного в сотни раз, чтобы вы примирились с фактом, что все это – часть процесса. Если ваш мозг понимает что-то, он склонен к адаптированию и принятию этого, подобно тому, как трава гнется на ветру. Ну, если бы вы адаптировались к выживанию, еще ладно. А это эволюция для того, чтобы уничтожить нас. Ей надо сопротивляться, так как это де-эволюция. Сейчас Нью-Йорк Таймс и другие напишут, что Алекс Джонс верит в пришельцев, а Алекс Джонс верит, что космические пришельцы создали Землю. Когда Нью-Йорк Таймс сами в 80-х, 90-х, 2000-х и даже этом году продвигали факт, что эта теория доминирует среди генных инженеров и других ученых. Потому что, чем глубже они копают геномы на этой планете, тем больше они уверяются, что мы не произошли на этой планете, и что кучка аминокислот в океане 4 миллиарда лет назад не слилась вместе, чтобы реплицировать сложную органическую систему, что мы видим сегодня. Я говорю вам, это государственная вера правящего класса этой планеты. Они уже видят себя восходящим видом, который откололся от нас, меня себя стражами галактики. И я вспоминаю стражи галактики. Вышли пару лет назад. Очень забавный фильм, очень веселый. Но опять, там звездный ребенок, наполовину человек, наполовину пришелец. Нам рассказывают этот миф снова и снова. Иисус Христос, непорочно рожденный, зачатый Богом, обладает сверхсилами. И все главные церкви, институты подхватывают идею, чтобы бросить общественности демо-версию, пока они, за кулисами посвященные, стоят всю картину. А теперь главная тайна спрятана прямо под носом. Прямо как развитый гуманоид в Прометее, который принимает генетическую пилюлю, физически умирает, но сеет на планете новую мутацию. Нас приносят в жертву в этом гигантском эксперименте. Тысячи исследований последних 20 лет показывают, ГМ-посевы, ГМ-вакцины и прочие системы намеренно меняют нашу ДНК, вызывают мутации. В ходе чего детский рак вырос более чем на 10 тысяч процентов с 50-х. Другие формы рака выросли на 2000 процентов, как рак груди. Нами в открытую манипулируют, как семенным фондом, чтобы вывести эту невероятную расу мутаций, чтобы элита могла тыкать и выбирать, какая новая мутация эффективно повысит их продолжительность жизни и их качество жизни, пока нас с вами используют как лабораторных крыс в этом диком кошмаре. Верьте своим глазам. Они вывели лосося, который в три раза больше обычного лосося, с генами насекомых и другими мутациями. Они агрессивные, убивают других лососей, всего за пару десятилетий способны истребить популяцию дикого лосося. Пчелы умирают, люди мутируют, атмосфера разваливается, и все это делается намеренно. А элита говорит, ничего из этого не проблема, углекислый газ, которым дышат растения, вот угроза. Они раздули проблему парникового эффекта, отвлекая нас от реальных проблем и говоря нам, что люди творят проблемы, и мир станет намного лучше без нас. У них все эти миллиардеры выступают, мы открыли волны в космосе, удерживающие пространство и время вместе. Все это симуляция, фальшивка, какая-то развитая раса контролирует нас. Вдруг тебе бросают все это в лицо и надеются, ты поверишь, что у тебя нет свободы, сдашься и позволишь им управлять ходом цивилизации. Правда в том, что наш вид всегда мог контролировать свою окружающую среду, и это значит контролировать и элиту тоже, не позволяем диктовать будущее человечество. Большинство из нас уже мертвецы, нас пичкали фторидами с рождения, ГМО продуктами, рак взрывается вокруг. Мы видим мутации, через которые проходим, видим смерти, которые проходим, видим бактерии и вирусы, тестируемые на нас через посевы ГМО, фармакологические посевы, вакцины и распыления в атмосфере. Мы все знаем о вкалывании черным людям сифилиса, мы все знаем об облучении бездомных радиаций и отчаявшихся беспризорников, мы все знаем о подпольных испытуемых, мы все знаем о тайных программах. И я говорю вам, это в тысячи тысяч раз хуже сегодня. И крупные клиники высших кругов подписаны на это. Они берут кровь вашего ребенка при рождении, маркируют ее ДНК, большие корпорации покупают эти базы у правительства, а люди приходят на генную терапию и 30 лет спустя обнаруживают, оказывается, их кровь брали при рождении, а теперь выставляют им счет на сотни тысяч долларов, чтобы пройти лечение их собственными генами. Я могу говорить сотни часов про это, но поймите, леди и джентльмены, фантастические ужасы. Чужой завет. Ничто по сравнению с реальностью происходящего в этом мире. Посмотрите, как они отапливают больницы телами младенцев, посмотрите, как они пускают детей аборта на органы, как тестируют ароматы из частей младенцев, как все, что они делают, направлено на деградацию тела, затаскивание его в грязи, потому что это их религия убивать, красть и уничтожать, а они не боги, создавшие людей на земле. Они падшие извращенные инженеры, которые состоят в войне с Богом и жаждут уничтожить творение Господа. Я Алекс Джонс, это Infowars, и тебя предупредили. А я Денис из Тру-ТВ, и я перевел это на русский. Подписывайся на этот канал, будет много скандальной информации.